Здравствуйте! Сегодня мы начнем нашу первую лекцию в рамках курса «Ведение в профессию». И главная задача нашего курса – это знакомство с двумя терминами. Первое – это что такое психология и кто такой психолог. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нам с вами придется освоить небольшой материал, а вам его дополнительно еще почитать. Но прежде всего, что такое психология? Казалось бы, это достаточно простой вопрос, и каждый из вас наверняка имеет свой вариант ответов на него. Но чем больше занимаешься психологией, тем сложнее ответить на этот вопрос. И главное, ответы становятся не такие однозначные. Что такое психология? Ну, давайте попробуем, сделаем первую попытку определить это слово, это понятие. Это слово образовано из двух древнегреческих слов. Это «психе» – психика, и «душа» – по-другому еще можно перевести. И «логос» – наука, учение. То есть, по сути дела, получается, что слово «психология» можно перевести как «наука о душе». Именно такое понимание вкладывал в слово «психология» Аристосель, написавший практически 2500 лет назад трактат о душе. Очень интересно, что написан этот труд 2500 лет назад. Но именно в нем Аристоселю удалось достаточно интересно и детально сформировать основные вопросы, которые до сих пор входят в основные задачи психолога. Но такое определение наука о душе 2500 лет назад было вполне и вполне пригодным и востребованным. Сейчас нельзя сказать, что психология – это наука только о душе. И, может быть, не столько о душе наука. И ответить на вопрос, определить понятие, что такое психология, ну, крайне трудно. Прежде всего, давайте обратимся к истории, вообще психологии. Помимо первого трактата о душе, крайне значимым событием в истории психологии являются следующими периодами. Это конец, точнее середина XVIII века. И связано это время с трудами немецкого философа Кристиана Вольфа. И христиан Вольф, разрабатывая свое философское учение, также использовал слово «психология». Однако он его понимал очень схоластично. Психология для него была – это раздел философии, занимающийся умозрительным анализом души. Конечно, ключевым веком для возникновения психологии был XIX век. И, по сути дела, это век возникновения так называемой академической или научной психологии. В XIX веке можно выделить две даты, которые с полным правом претендуют на то, чтобы называться датами возникновения научной дисциплины, такой научной дисциплины, как психология. Первое – это 1860 год. Именно в этот год выходит большое дуктонное издание немецкого ученого, философа Густава Фехнера. Вы эту фамилию еще услышите в рамках курса «Психология и восприятия» – Густав Фехнер. И его работа называлась «Основы психофизики». Психофизика – это раздел психологии, который изучает взаимоотношения между ощущениями и раздражителями, которые эти ощущения вызывают. А по сути дела, в рамках понимания Фехнера, психофизика – это наука, изучающая взаимоотношения души, внутреннего мира человека и внешнего мира. Вторая дата. Самое интересное, что вот в этом труде, в основах психофизики, Фехнер сформировал и предложил основные методы исследования психологии, которые применяются вплоть до нынешнего времени. Вторая дата, она более популярна. Это 1879 год. Именно в этом году немецкий философ, немецкий ученый, Вишгель, Вунд, обратите внимание, что на конце буквы «Т» – Вунд, в Лейпциг, в Лейпциг университете, создает лабораторию психологии. Первую лабораторию психологии в мире. Именно с этой датой и связана возникновение академической психологии. В начале XX века начинается бурное развитие различных направлений психологической науки. Возникают психологические лаборатории, психологические институты. В Германии, в России, в США и в других странах Европы. Надо сказать, что психология в России возникла достаточно рано. В конце XIX века, через пять лет после возникновения Вундовской лаборатории, в Казани, Владимир Михайлович Бехтерев открывает первую в России психофизиологическую лабораторию. Это была первая лаборатория, связанная с психологическими исследованиями в нашей стране. В 1912 году в Москве открывается первый институт, целый институт, который занимается психологическими исследованиями. Это психологический институт был образован при Московском государственном университете. И основателем, и первым директором был Челпанов Георгий Иванович Челпанов. Именно с этого момента в нашей стране развивается в организационном плане психология. Надо сказать, что несмотря на определенность вот этих дат, с которыми можно связать с психологией не только в мире, но и в нашей стране, определенности того, что такое психология, добиться очень трудно сказать об этом. И связано это прежде всего с тем, что объект психологической науки, психика, очень своеобразный объект. Дело в том, что каждый из вас имеет самый непосредственный доступ к тому, чем занимается психология, к своему внутреннему миру, к своей психике, к своим психическим явлением. И каждый из вас может непосредственно их наблюдать, анализировать и делать какие-то заключения. И в этой связи каждый из вас в какой-то мере является психологом. И поэтому очень много и очень легко люди дают определение того, что такое психология, наука о душе, наука о внутреннем мире. Однако это обыденное определение, строго научное определение психологии, как наука о душе, она сейчас не выдерживает критики. Поскольку психика, она более объемна, более разнообразна в содержательном плане, чем душа в понимании, в том понимании, в каком первенничном возникла этот термин в рамках реаниметрической философии. Психология исследует совершенно различные феномены. Это не только феномены сознания, не только феномены, выходящие за пределы сознания, допустим, феномены биосознательного. Но психология имеет дело и с анализом поведения, с анализом деятельности человека и отчасти продуктов его деятельности. И поэтому психология, отвечая на вопрос, что такое психология, здесь скорее необходимо использовать союз И. Это и то, и другое, и треть. И вот в процессе своего обучения вы непосредственно будете осваивать различные стороны объекта психологической науки. Вы будете знакомиться и с тем, что такое сознание, и с тем, что такое поведение и так далее. И именно через знакомство с основными психологическими школами у вас будет формироваться представление о том, что такое психология. Но вот сформируется ли у вас определение о том, что такое психология, я не уверен. И дело связано не с тем, что казалось бы так трудно дать ответ на этот вопрос, что такое психология, а связано с тем, что психология имеет дело с очень сложным объектом. С объектом по своей сложности, который превышает объекты биологических или, например, физических наук. И об этом признавали сами физики или биологи. Ну и следующий вопрос, кто такой психолог? Конечно, можно было бы сказать, что психолог это тот, кто занимается психологией. Но такой-то логический вопрос, ответ точнее, он тоже слишком легкий и лежит на поверхности. Психолог, как и любой ученый, это не просто человек, обладающий знаниями. Это человек, разделяющий определенную систему ценностей и ценностных позиций. И психолог, человек, который направлен, интерес которого направлен на свой собственный внутренний мир и на внутренний мир других людей. И в этом плане вам, как будущим психологам, будущим специалистам, предстоит отточить навыки и самонаблюдения, и навыки наблюдения за другими людьми. Именно через свой собственный опыт вы сможете намного лучше понять окружающих вас людей и помочь, когда они вас это попросят. Но в рамках нашего курса мы более детально познакомимся и с различными направлениями психологии, и с различными отраслями психологии. Дело в том, что психология это сложная наука, она организована отраслевыми принципами. То есть в психологии есть различные разделы, различные отрасли, и каждый из них имеет свой предмет. И основные предметы мы с вами еще разберем вам в последующих лекциях. Спасибо. Всего доброго.